Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос, и сегодня, как и обещала, я расскажу вам про игры с шестью кубиками лего. В прошлом видео мы с Александром уже начали обзор на эту тему и познакомили вас с несколькими обзорными, знакомительными упражнениями с этими кубиками. Это очень важно начинать именно со знакомительных упражнений. Сейчас еще немножко остановлюсь на том, почему. Потому что ребенок, прежде чем работать с любым материалом, а в данном случае мы работаем с кубиками, должен изучить его свойства, должен попробовать, попытаться каким-то образом с ним повзаимодействовать, научиться этому, то есть элементарно соединять кубики между собой, прежде чем приступать к каким-то более сложным упражнениям, чтобы у него все получалось. Обзорные ознакомительные упражнения мы выложим в нашем канале Телеграм, поэтому подписывайтесь на него и найдете там гораздо больше, чем было в нашем прошлом видео. А сегодня я расскажу про упражнения, которые уже идут после таких ознакомительных и которые можно использовать в своих занятиях с детьми. Первое упражнение, которое будет таким промежуточным, скажем так, между упражнениями знакомства с кубиками и уже упражнениями на развитие различных навыков, это упражнение башни. Упражнение башни можно проводить в разных вариантах. Я расскажу вам про оба. Первый вариант. Мы просим ребенка разложить перед собой 6 кубиков и отдаем ему инструкцию, по которой он будет строить башню. Инструкция звучит следующим образом. Например, возьми желтый кубик и поставь на него голубой. Ребенок берет голубой кубик и ставит на желтый кубик голубой. Потом мы говорим, поставь оранжевый кубик между синим и зеленым. Он берет оранжевый кубик, ставит его между синим и зеленым. Как он это делает? Это уже его свобода действий. Итак, оранжевый кубик у нас оказался между зеленым и синим. Теперь я говорю, поставь желтый кубик на зеленый. И он ставит желтый кубик на зеленый. А синий кубик поставь на красный. У нас получилась вот такая башня. Таким образом, мы с вами что сделали с ребенком? Мы построили башню изначально, как и собирались. Но при этом ребенок в процессе этой работы повторил предлоги над, под, между. И когда он построил уже свою башню, мы просим его описать эту башню тоже с использованием предлогов. Например, расскажи, где находится у тебя голубой кубик? Он объясняет. Голубой кубик у меня находится на желтом кубике. А где находится синий кубик? Он говорит, синий кубик находится между красным и оранжевым. Ну, примерно вот такой вариант этой игры. Если мы говорим про групповой вариант игры, построю башню. Ну, в принципе, можно и индивидуальный, но групповой будет интереснее. Мы просим детей по-разному построить башню. Просто даем свободную инструкцию. Построй башню, не ограничивая его никакими другими инструкциями. И ребенок начинает строить башню. Изначально он просто построит, вот как мы сейчас ее построили. Потом мы просим либо ребенка, либо детей в группе построить высокую башню. Несколько вариантов попробовать. Какая башня будет самая высокая? Дети будут пробовать строить вот так. Потом они поймут, что такая башня не очень высокая. Кто-то из детей в другой группе догадается, что, возможно, можно соединять кубики вот так. И тогда башня будет гораздо выше. В этом случае дети фантазируют, пробуют, испытывают различные варианты. Общаются между собой. Кто-то увидел, что у соседа получилась башня выше. И попробовал использовать такой же вариант в своей работе. При этом мы задаем правильные вопросы. Не забываем об этом, что мы участвуем в беседе, спрашиваем у детей. Какая башня самая высокая? Почему? Как ты думаешь, почему, если мы вот так вот соединяем, она получится ниже? Дети дают свои ответы. Также можно просить построить, например, устойчивую башню, самую устойчивую, и проверять. Это очень веселая игра получается, потому что, когда дети построили башню, мы всегда проверяем, устойчивая она или нет. И тогда нужно эту башню разрушить. Когда башня из лего падает, рассыпается, это всегда очень весело и интересно. Это добавляет такого драйвового занятия. Дети смеются. И это разряжает немножко такую обучающую обстановку. Следующий вариант игры – это одна из игр на построение модели. В данном случае ведущий говорит детям, что сейчас мы будем с вами строить различные модели. Я буду говорить вам, что построить, а вы будете строить. Важно не задумываться о том, насколько красиво или правдоподобно это получается. Главное, чтобы ты выполнил то, что я тебе сказал. Скажем так, чтобы ребенку было проще, чтобы он не переживал. На это мы даем ограниченное количество времени. Например, даем 15 секунд или полминутки. Максимум, чтобы ребенок не заморачивался о красоте и эстетике конструкции. В данном случае что можно попросить построить у ребенка? Можно попросить построить самолет. Самолет из шести кубиков построить, в принципе, возможно. Главное, чтобы у нас, например, были крылья, и ребенок это тоже понимает. Вот у нас такой вот, например, получится самолет. Это в моем случае я не тренировалась. Поэтому тоже как получилось. Дальше дети разбирают кубики. Мы просим их построить, например, дерево. Ну и, возможно, построить утку. То есть даем им три варианта несложных, легких конструкций, которые вы можете сначала попробовать построить сами, чтобы было понятно, как будет детям комфортно или нет, и знаком ли им этот объект, который вы просите их построить. И тогда будет понятно, справятся они с заданием или нет. Это важно, чтобы они справились, чтобы дети смогли этот объект воспроизвести в своей игре. Еще один вариант игры – это групповая игра, когда мы просим, делим детей на две команды, и из каждой команды по одному человеку просим подойти и посмотреть модель, которую мы заранее построили. Эта модель будет спрятана в дальнейшем. То есть, вот, например, вот такая вот модель. Вы ее показываете только двум детям по одному из каждой команды, и потом, затем ее прячете. Опять же, показываете вы ее на какое-то короткое время, но чтобы дети успели ее рассмотреть и запомнить детали. Затем вы прячете ее, например, накрываете ее коробкой, и дети возвращаются к своим командам. Задача детей была запомнить, как расположены кубики в этой модели, и объяснить словесно своей команде, как построить точно такую же модель. Задача сложная, потому что самим им участвовать в построении нельзя. Как показывает практика, всегда очень хочется помочь и поддержать, поэтому ему приходится сдерживаться и словесно объяснять детям и своей команды, как построить такую же модель. Подойти к модели и посмотреть можно всего два раза. Ну, вот такое вот условие. Посмотреть, уточнить детали, если вдруг с первого раза что-то забылось или хочется уточнить. Опять же, после того, как дети достроили модель, мы достаем свою модель изначально, показываем, сравниваем, и спрашиваем у детей, сложно ли было, что мешало, что было легко, почему, например, не получилось, если вдруг не получилось. То есть такие вопросы, которые детей наводят на какие-то определенные размышления, которые дают им почву для того, чтобы подумать, задуматься, как же все-таки не просто строить разными такими вот способами, используя словесную инструкцию, а не просто так фантазируем. Следующий вариант игры, также возможен он в парах. Один ребенок у нас строит модель, а другой ребенок в это время находится с завязанными глазами. Когда первый ребенок закончил постройку, ему дают ребенку, второму ребенку из пары дают модель, и он с завязанными глазами на ощупь пытается понять, каким образом устроена эта модель. И затем глаза ему развязывают, и он из своих кубиков пробует построить точно такую же модель. Опять же, вариант такой не из простых, но дети с этим справляются, и дети при этом развивают определенные навыки, которые раньше они не использовали. Опять же, мы после такой игры задаем вопросы, как было сложно, не сложно, почему было сложно, если было сложно, что далось особенно нелегко, справился ли ребенок или не справился, мы смотрим, сравниваем с моделью. Потом мы меняемся местами, чтобы каждый из детей побывал в этой роли человека, которому приходится вслепую конструировать определенную модель. Еще один вариант игры, который я хочу предложить, его тоже можно использовать в двух вариантах, сейчас я расскажу как. Примерно одинаковый смысл, нам нужно найти ошибку в постройке. Но в первом варианте строит сам ведущий, возможно, воспитатель или учитель, и показывает детям. То есть учитель построил какую-то определенную модель, он ее демонстрирует детям на какое-то короткое время, ну, допустим, опять же, на 15 секунд. Он ее продемонстрировал, дети ее со всех сторон разглядели, то есть вся группа детей, она ее разглядела, затем он ее убирает, что-то в ней меняет, допустим, вот я убрала оранжевый кубик вот сюда, и снова демонстрирует детям, и задает вопрос, что изменилось. И дети должны сказать, что да, оранжевый кубик был вверху, теперь он внизу. Ну, это из таких самых простых вариантов, нужно, конечно, делать гораздо сложнее, чтобы было интереснее детям. А второй вариант, это вариант в групповой работе между детьми. Один ребенок строит две постройки, две одинаковые постройки, но одна из них должна отличаться одной-двумя деталями. И второй ребенок, сравнивая эти две постройки, должен найти ошибку, где во второй модели ошибка, и как-то ее исправить, ну, чтобы привести в соответствие обе модели. Следующий вариант игры, который я хочу вам предложить, это вариант игры на ритм. То есть кубики лего можно использовать не только для конструирования, мы можем также, допустим, изучать такие сложные темы, как ритмы, какие-то музыкальные понятия. Как играть в эту игру? Вот у нас перед нами есть 6 кубиков лего. Каждому из этих кубиков мы придаем определенное значение. Например, красный кубик, это щелчок пальцами, голубой кубик, это такой вот стук, два-три стука, можно договориться. Зеленый кубик, например, это мы топаем. Смысл понятен, да? То есть каждому кубику мы придаем какое-то значение звуковое. И либо мы это делаем по цветам, либо мы это делаем, например, по положению кубика. То есть мы можем говорить, если кубик стоит ребром, значит мы щелкаем пальцами. Если кубик лежит вот таким образом, значит мы там стучим по столу. То есть это вообще абсолютно не имеет значения, как вам хочется, как вам кажется, что будет более подходящий в вашей группе. И сам педагог раскладывает определенную последовательность. То есть изначально он знакомит детей, либо выносит там на доску какую-то, либо это делается какой-то плакатик, чтобы детям было проще запомнить, какое значение у каждого кубика. И выкладывает определенную последовательность. Например, если мы делали по цветам, то вот у нас будет красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, и был голубой, но я сказала, что он синий. И синий. Вот. Выложили мы определенную последовательность перед детьми. Дети должны ее повторить, да? По звуку. То есть мы издаем звуки, а дети выкладывают эту последовательность. Потом учитель убирает ширмочку и показывает, что вот такая была последовательность из кубиков. Дети смотрят перед собой. Получилась у них такая последовательность или нет? Правильно ли они запомнили звуки и услышали их, либо нет. Вот как для разнообразия такой вариант. Еще один вариант игры. Она такая более веселая, интересная, наверное, для детей, я думаю, потому что используются дополнительные элементы, которые мне сейчас понадобятся. Вот такая вот наша любимая черная коробка. И можно использовать, если вдруг они есть, игрушки, фигурки из лего, из лего дупла в данном случае. Либо если вдруг их нет, то можно использовать любые фигурки. Например, вот у меня фигурки животных, которые я нашла. Я думаю, что это не проблема найти каких-то персонажей. Они не будут особо играть роли, то есть они не будут принимать участие в конструировании. Они нужны для создания атмосферы этой игры. Потому что мы ставим перед ними задачу. У нас есть такие вот персонажи, которые не могут встретиться. Вот эта коробка им мешает. В данном случае пусть это будет какое-то препятствие. Мы можем придумать какую-то определенную историю. Что же это за препятствие? И как так получилось, что эти персонажи разделены? Но смысл в том, что мы делим детей опять же на команды по два, по четыре человека. И каждый в своей команде решает эту задачу. У них есть у каждого по шесть кубиков. У них есть персонажи, которых нужно каким-то образом, чтобы они встретились. И в данном случае им предоставляется право решить эту задачу. Каким образом они это будут делать? Это полет их фантазии. Никакой из их вариантов мы не критикуем. То есть они могут построить мост, например, из этих кубиков, соединить, и детки и персонажи будут тут встречаться. Либо они могут построить, например, какой-нибудь летающий рюкзак. Либо они могут построить, например, поставить детей на вот эти вот кубики и сказать, что у них, например, летающие или пружинящие ботинки. И все, что они предложат, это будет правильный вариант. Главное, чтобы дети запустили полет своих фантазий, чтобы дети подключили мышление и придумали вариант, в котором эти персонажи встретятся. Сегодня мы с вами рассмотрели множество вариантов игр с шести кубиками. Если вдруг у вас в процессе просмотра, либо вообще давным-давно уже есть идеи, как поиграть с шестью кубиками интересно, весело и задорно, мы будем рады вашим вариантам игр в комментариях. И не забывайте про подписку, ставьте лайки. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!